Всем доброго времени суток. Сегодня речь пойдет о трэшовых играх, вышедших в 91 году. И не думайте, что в 91, кроме Street Fighter 2, не было толковых файтингов. Просто я хотел бы сначала разобраться с этой жутью и сразу бросить ее в сторону. Начнем с более-менее приемлемого и пойдем по наклонной. Итак, на своем экране вы уже видите знакомую игру. И это Violence Fight 2, она же Solidary Fighter. Вышла эксклюзивно на аркадах и никуда не портирована. Отличий от первой части минимум. Сделали доступных двух боссов из первой части. Заменили тигра в бонусе на медведя. И добавили проституток с ножами. По идее они рандомно должны атаковать одного из бойцов. Но на практике они почти всегда идут за вами. Их в целом можно отлупить, но в этот момент возможно будут лупить вас. То есть и без того сложную игру усложнили до нельзя. На третьем уровне проститутку заменяет верзила с дубиной. Далее идет Mutant Fighter, она же Dead Braid. Гладиаторские бои на арене с мифическими существами. Неплохой выбор бойцов от борца и амазонки до оборотней и драконов. Арен различных тоже много. Есть с ловушками. Есть совсем с другой поверхностью. Вот только играется это не Ахти. По сути это скорее не файтинг, а рестлинг. Очень большой упор на захваты и броски. А это значит, что надо мешить по всем кнопкам, чтобы хоть как-то выжить. И один фиг ком будет вас бросать из стороны в сторону. Для посиделок с другом может и пойдет. Благо есть порт Маснес. Продолжая тему полурестлингов, полуфайтингов. Переходим на Мега Драйв. К игре в Fighting Masters. Встречает нас довольно забористый 16-битный хэви метал. Поначалу кажется, что это обычный 2D файтинг. Но нет. Большую часть времени вы будете бросать соперника из стороны в сторону. Несмотря на то, что на геймпаде у Сеги три кнопки, в игре используются только две. Для удара и прыжка. Вот вы и будете прыгать и бить. Если вы увидели, что после вашего удара враг ушел в стан, подходите и бросайте его. Если нет, опять прыгайте. В противном случае... Продолжая тему недорестлинга на Сеги, стоит упомянуть Beast Warrior. По идее, это рестлинг между роботами и мутантами в далеком будущем. Но ёбжишнах, какой же он кривой. И самое главное, непонятный. Игра мало того, что вообще ничего не объясняет игроку, она даже банально не показывает здоровье монстров. Все, что вы видите, это три белых кружка и иногда моргающая буква. Кружки это, грубо говоря, ваши жизни. А буквы это супер. Правда, еще нужно понять, что у вас за супер, и как его надо делать. Да тут вообще непонятно, что и когда надо делать. Управление просрано к чертям. Хит детекшн работает, когда ему заблагорассуется. Как делать или выбирать приемы, вообще непонятно. Поначалу я вроде старался разобраться, но уже после пяти минут я просто мешал по кнопкам и смотрел, что будет. В общем, одна из худших игр в истории. Ну и закончим на сегодня игрой под названием Heavy Nova. Вышла она на Genesis в Америке и Sega CD в Японии. Различия лишь музыки. Здесь вы управляете роботом. В одиночной игре есть полноценные уровни, в конце которых уже будет схватка с боссом 1 на 1 стиль файтинга. И какой же это ужасный файтинг. Ваш робот медлительный и неповоротливый. Причем буквально. Даже развернуть робота это уже проблема. На команды отвечают чуть ли не со скрипом. Противник, правда, подобных проблем, естественно, не испытывает. И лупит вас, что есть мочи. Если он, конечно, в это время не летает по всей арене. Вся суть в том, что искусственный интеллект в этой игре абсолютно рандом. Невероятно бесит, когда он начинает летать, ибо в этот момент он неуязвим. Это, правда, и вас касается. Вот только таймер здесь настроен исключительно против вас. В других файтингах по истечению времени побеждает тот, у кого здоровья больше. Здесь же всегда проигрываете вы. Ну и чтобы сделать игру еще более маразматичной, разрабы добавили еще один показатель под шкалой здоровья. Он падает при получении ударов и восстанавливается, если ничего не делать. Однако он буквально тает на глазах, если ваш робот упадет. В чем проблема? Да в том, что если показатель упадет ниже двух делений, ваш робот перестанет двигаться. То есть вообще. Он даже вставать не будет, если другой робот его не поднимет. Другими словами, чисто гипотетически, если вас уронить дважды, вы можете просто положить контроллер на пол и пойти заварить чайку. Правда, стоит отдать игре должное. Здесь неплохая музыка и анимация роботов. В остальном же малоиграбельное дерьмо. А знаете, что самое веселое? Это то, что у этого дерьма еще есть сиквел. Вышел он на Sega CD и на PC Engine CD. И называется Black Hole Assault. По сути, все то же самое, только с сюжетом и анимированными катсценами. Бои стали чуть более динамичными. Теперь даже есть выбор между двумя роботами. И у них появились дополнительные приемы. Но от забвения эту игру все равно не спасает. В мультиплеере, кстати, можно выбирать всех роботов. Напоследок еще стоит отметить, что в 1991 году также было пару файтингов про Ультрамена. Но про него будет свой выпуск, отдельно от Альманаха. Ну а на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Ссылка в описании. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи.